Всем привет! Это история от Анонима. Сейчас я сочетаю письмо, дам свои какие-то ответы, рекомендации на эту тему. И автор письма также ждет и ваших комментариев под видео. Если вам нравится подобное видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы начинаем. Здравствуйте, Галина. Долго сомневалась, но все-таки решила вам написать. Чувствую, что к вам у меня есть доверие. Вправить мне мозги. Он из Восточной Турции. У нас разница 14 лет. Он из традиционной семьи. Младший в семье. Есть еще три сестры и брат. Все они женаты. Но он единственный не женат, я проверила. Я в разводе с февраля этого года. У меня два сына, 15 и 17 лет. Познакомились мы в ноябре 23 года. Подруга позвала меня в бар. Туда пришел ее знакомый турок со своим другом. Они работают вместе в России. Я, конечно же, не собиралась ни с кем знакомиться, общаться. Но в итоге что-то такое произошло, что мы начали общаться. А потом мы начали с ним встречаться. То есть у нас начались официальные отношения. Честно скажу, я была в очень плохом моральном состоянии и разрыва с бывшим мужем. И этот турок стал как будто бы моим помощником, проводником, в общем, отдушиной. Вот она причина. Сразу вам тут указываю на это. Думаю, вы понимаете, о чем я. Мы влюбились. Полгода встречаемся. Он умеренно религиозен. Просто соблюдает пост. Образования у него, кроме школы, нет. Работает он рабочим. Я понимаю, конечно же, что нет никакого будущего. Потому что я старше, я иностранка, я русская. Я все понимаю. Но не могу расстаться и поставить точку. У меня есть вопрос. А зачем вам это делать, если у вас просто развиваются отношения? Зачем вам ставить эту точку? Пусть будет как есть. Сейчас он уехал в Турцию на свадьбу к родственникам. Обещал, что поедем вместе, но в итоге сказал, нет денег. И я не поехала. Ну, если он просто рабочий, конечно же, откуда у него деньги на это взять? Но тут дело, на самом деле, не только в деньгах. Вообще не в них. А в том, что он не может и не хочет представлять меня своей семье по понятным причинам, которые я озвучила ранее. Говорит, что позже познакомлю, когда-нибудь потом. Он не Альфонс. Он сам дает мне деньги периодически. Он все всегда оплачивает. Я не знаю, что мне делать. Мне сейчас наслаждаться настоящим? Или все-таки поговорить с ним про наше будущее, когда он вернется в Россию? Или мне просто с ним расстаться, так как будущего у нас как бы и нет, по логике вещей? Мне с ним хорошо морально и физически. Ну, как кайфуйте, в чем вообще проблема? И у нас нет никаких турецких страсти, ревности и так далее. С ним спокойно и такая тишина в душе, умиротворение. Он меня так понимает. Я люблю пофилософствовать, поболтать, побеседовать. Он принимает все мои мысли. На всех уровнях у нас гармония с ним. Но мозг мне напоминает, что будущего у вас нет. Что мне делать, я не знаю. Я запуталась. Прошу вашего мнения и совет по этому поводу. Только, пожалуйста, не говорите, какая я взрослая, но глупая при этом. Я сама это знаю, что вляпалась в такую ситуацию. Ой, смотрите. Расскажу вкратце психологически, что у вас происходит. Потом выводы вы как бы сами сделаете, да. Они выводы сами напросят содействие. Что мне делать? И в комментариях вам люди напишут свое мнение по этому поводу. У вас есть гармония, любовь. Вас наконец-то партнер принимает такой, какая вы есть. С вашими философствами, идеями. Вас уважают, любят, возможно, и так далее. То есть, такие более-менее здоровые отношения, в отличие от того, что, видимо, было раньше. Этим он вас и, скажем так, зацепил. Но вы не можете позволить себе наслаждаться, расслабиться, потому что у вас есть куча негативных установок по поводу, как надо жить, с кем надо жить, как надо, с кем выстраивать отношения, какое должно быть будущее, какое развитие. У нас его нет. У вас, короче, внутри когнитивный диссонанс сейчас идет. Да, по факту, типа будущего, у вас с ним нет. Парень не финансово не может себе позволить иностранную жену в Турции. Он может только с вами жить у вас, находясь в вашей стране. В Россию повезти нет. Плюс у него консервативная семья, как я поняла. И если он молодой, не женат, ему сейчас там на свадьбе и вообще, в принципе, быстренько будут подыскивать невесточку какую-нибудь по консервативной семье, по знакомым, по родственникам. Брак по расчету. Здесь уже зависит от того, согласится он на это или нет. Скажет свою фею, уедет, например, в Россию, если он вас любит, ему никто не мешает это сделать. Пойти против своих родителей, высылать им деньги, заработанные в России, просто остаться у вас жить, легализоваться. Короче, у него есть выбор, скажу честно. И если он захочет и не трус, он может выбрать вас. У вас может быть с ним будущее совместное. Я не поняла, честно говоря, из вашего письма, от чего вы хотите, какого будущего, вы ничего не говорите. Мне кажется, у вас, может быть, не до конца это сформировано вообще. Вот возьмите листочек бумажки, ручку и для себя пропишите, не с ним, а вообще, какого будущего, ближайшие 20 лет я себе хочу, как я вижу свою жизнь. Замужем я, не замужем, в отношениях, не в отношениях. Если да, то с кем и как, как ко мне должны относиться, как я отношусь к мужу, к парню, если он вообще... Короче, вам нужно структурировать ваши желания и ваши мысли. Так как у вас в голове каша и много чего очень хорошего происходит, есть приятные моменты, но ваши негативные установки, взгляды и ваш страх смерти вам не дают наслаждаться здесь и сейчас. А вот смотрите, страх смерти почему? Вы мне сразу не говорите про мой возраст, что я глупая и в это попала. Вы боитесь осуждения, возраста своего боитесь. Вы боитесь вот этой разницы в возрасте 14 лет там или сколько, ну 10, допустим, лет примерно, да? Это не такая огромная разница. Возраст и вот эти проблемы в вашей голове, вы себе своими страхами не разрешаете кайфовать, наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Если мы берем психологически правильно, мы должны жить здесь и сейчас, позволяя себе радоваться. Зачем вы думаете о будущем с ним? У вас взрослые дети, вы чего от него зависите как-то? Зачем вам быть при ком-то, социально закрыть себя? У вас же к нему тогда были вопросики, если вам нужен мужик для статуса, для взращивания, например, условно, ваших детей, помощи какой-то, деньги, помощь. У него этого ничего нет, минимум какой-то. Он уже не подходит под эти критерии. Соответственно, он вам для души нужен, правильно? Так позвольте себе душевно с ним кайфовать, наслаждаться. Но при этом не думать о будущем забейте. Наслаждайтесь здесь и сейчас, проводите хорошо время. Вы ничего не теряете. У вас детей вы родили, вы уже в разводе, у вас есть опыт. Дети, подростки и старшего возраста, ну там вы называли их. Двое детей у вас и взрослых. Вам, по сути, помощи с ними тоже не надо. У них есть папа, если что, алименты, и вся история, дети его. Он должен нести так же, как и вы, за них ответственность. Вам сейчас отношения мужчина для чего нужен? Для души, для радости, для наслаждения. Вы, по сути, сейчас это себе нашли. Но вы себе сами, своими руками обламываете кайф и счастье, бьете себя по рукам. Нет, не расслабляйся, негативные установки. Нельзя радоваться. Давай, если надо страдать, мучиться. Нафига. Просто живите здесь и сейчас, сегодня. Вот ему 30 с небольшим лет. Скажу честно, если он слабый морально, его родители только щелкнут пальцами, найдут невесту, он прибежит к ним жениться, как надо все сделает. Да, он вас опрокинет. Скажу, как есть. Если он с консервативной семьей. Ну, будьте благодарны здесь и сейчас за то, что хорошо. Ну, не будет его. Ну и до свидания. Спасибо, что было хорошо. Я найду другого человека. Он не последний, на ком сошел со свет клином на этой планете вообще. А, или у кого-то есть страх оставаться одной. Расставаться с людьми. Страх смерти. И мне нужна какая-то надежность. Я хочу добирать свою самооценку и свою закрывать тревожность за счет партнера, который у меня есть. Мне нужен мужчина для того, чтобы чувствовать себя комфортно, полноценно женщиной. Скажу вам честно, вы можете меня не влюбить за это, не понять, что я сейчас скажу. Не партнер или обстоятельства вокруг нас делают полноценным человеком. А любовь к себе и принятие себя, эта любовь изнутри вовне, делает нас, нам выше самооценку, нас наполненными, достойными, бесстрашными. Вы так просто будете цепляться всегда за партнеров, как за спасательный жилет. Есть такой термин «человек-костыль в психологии». Когда я в себе не уверен, в своих возможностях мне нужен костыль, чтобы не оставаться одному. Чтобы у меня всегда было на кого, на что оперяться. Что я сам не могу. Потому что я слабый. Я не могу. Это более же когнитивные, глубинные вопросы поднимаются. Но все равно вот эти пласты немножко другие. Если вы меня спросите, что вам сейчас делать? Забить. Кайфовать. Радоваться жизнью. И выкинуть из головы будущее. Поставьте себе, например, крест на будущем с ним. Ничего с ним не будет. Он у меня на определенное время, пока работает его контракт по работе, например. На два года. На три. Ограничьте себе время. Два-три года. Контракт. Что он там скажет вообще? Вот это все. И живите. А когда два-три года пройдет, отношения могут измениться. И человек может быть другой. Обстоятельства поменять. Там будете разбираться уже на месте. Все. Вы сейчас себя изводите на пустом месте. Не кайфуете, а обламываете себя. Потому что вам надо тревожность закрыть. А мне надо, чтобы было надежно. Чтобы навсегда, чтобы к себе привязать. Чтобы я не была одинокая. Мне встретилось со страхом смерти. И вот это все. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, блин. Тогда вы... Да. Если мы так разбираем с позицией страхов, вы вообще ставку не на того чувака ставите. Вас кинут, опрокинут, уедут. Не женятся на вас. Все. Сразу говорю. Но позвольте себе здесь сейчас кайфовать. Откиньте это будущее. Начните для себя жить. Получаете. У вас везде гармония. Да кайфуйте. Гармонично с ним общаться. Гармонично с ним спите. Гармонично живете. Развлекайте. Да вот и кайфуйте. О, блин. И вообще что? У вас есть время. Вам не надо. Вы уже много функций закрыли. Детей родили. Развод уже получили. Что вам еще надо? Это опыт. Набирайтесь теперь опыта позитивного. Про душу. Про кайф. Вот этого опыта у вас еще не было. Может быть это определенный период. Вы насладитесь. И вам будет достаточно. У вас появятся вопросы к партнеру. А хочу того, сего. Чтобы было по здоровому. По знакомству с твоими родителями. Вот эта вся история. А он такой. Не. Я тебе ничего не обещаю. А вы тогда и скажете. Что нафиг ты мне нужен? И мы расстаемся. Но это уже другая позиция. Никогда я хватаюсь за него. И у нас нет будущего. Я так страдаю. Я уже заразную себя обламываю кайф. Вы уже понаслаждались. И примите потом просто решение. Дальше вы вместе вам по пути или нет. Вот так нужно. Потому что живите здесь и сейчас. И кайфуйте. Наслаждайтесь. Позвольте себе это. Выкиньте эти установки свои из головы. А я больше скажу. Чтобы общество, семья и ваши подушки вам мозги-то не компостировали. Я знаю откуда все это давление, прессинг со стороны идет. Пожалуйста, вы им поменьше про себя рассказывайте. Про свою личную жизнь. Меньше ее хвастаетесь. Меньше вводите посторонних. У меня всегда ответы обтекаем. У нас все хорошо. Будущее. Ну когда будущее настанет, тогда и подумаем. Вот на данный момент все хорошо. Я кайфую. Мне приятно. Я его люблю. Он меня любит. Там еще что-то. Не надо даваться в подробности. Не озвучивайте людям свои страхи. Вообще вот это вот ничего делать не надо. Ловите себя на том, как вам сейчас хорошо. И усложнайтесь жизнью. Опытные, мудрые, кто посмотрел это видео. Что вы напишите в комментариях автору этого письма. Что вы посоветуете делать. Мой совет вот такой. Взгляд точнее на эту ситуацию. Сторон вот такой. Вы можете прислать вашу историю от анонима на мою почту. Она указана в инфобоксе под видео. Также вы можете записаться с темой письма-консультация на индивидуальную ко мне психологическую консультацию. Скоро увидимся. До новых встреч. Всем пока.